привет политик уважаем друзья я хочу сказать что 30 лет ждали говорили что против правительства нельзя идти говорили вот что 20 30 него программы есть через 30 лет будет хорошо придумывали разные оговорки сейчас люди говорят нет сейчас пандемия карантин давайте подождем кто-то говорит да надо быстрее всем жертвовать пока правительство примет решение эти деньги выделить на поддержку населения на здоровье населения мы умрем с голоду или помрем от коронавируса и вот давайте будем сами действовать и будем свои деньги раздавать но все это я как я говорил не даст никакого результата потому что масштаб проблемы огромные эти проблемы может решать только государство которое собирает налоги со всех граждан обладает большими ресурсами и возможностями я даже не говорю о личном капитале нурсултана назарбаева его зитьев его капитал оценивается свыше 200 миллиардов долларов это как минимум семь годовых бюджетов страны не говоря о том что миллиардерами его являются ближайшие родственники зитья братья и так далее они сидят на огромных потоках потоках денежных средств и миллиардами продолжает зарабатывать даже в условии коронавируса и вот если мы понимаем что это политическая верхушка не намерена помогать нашим гражданам я думаю что для активных людей остается единственный выход единственный выход бороться ждать нельзя бороться и мы демократический выбор казахстана предлагаем единственный способ чтобы нации выжила это действие действовать нет мы не призываем вас сейчас прям немедленно выйти на митинг мы прекрасно понимаем что новые митинги должны быть хорошо организованы мы должны быть уверены что на эти митинги придут организованные команды которые выведут десятки тысяч людей на улице что конец счете придет падение этого режима мне сегодня некоторые люди пишут хорошо мы создадим ячейку из пяти человек выйдем на связь с вами да хорошо вы создаете тысячи ячеек и общая команда например в алма-ате или в астане будет пять тысяч человек и эти люди будут способны привести по 5 или 10 человек а эти митинги на которых мы призовем после того как организуем эти ячейки и меня спрашивают а не будет ли так что например 500 ячеек это будет ячейки комитета национальной безопасности но пусть будет 500 эти ячейки они общаются только со мной и с представителями штаба который находится в киеве ячейки мы между собой не знакомим что они узнают эти кнбшники они узнают то что и так будет известно мы как минимум за две недели объявляем день и время митинга мы обозначаем место это не является секретом чем будет силу нашего успеха сила нашего успеха будет заключаться в следующем нас должно быть много как минимум несколько десятков тысяч человек в этих крупных городах полиции максимум пару тысяч в шимкенте например всего лишь тысяча в алмате и в астане их реально менее 300 тысяч человек что они могут сделать против нескольких десятков тысяч протестующих ничего вы же видели в хабаровске как эти полицейские просто шли сбоку небольшой колонной их практически не было видно на фоне десятков тысяч протестующих поэтому что узнает эти комитетчики в ячейках дату митинга время день место но это будет знать все будут разговаривать с мухтара блязу не проблема и со штабом мы никого ни с кем не знакомим и все что получит эту информацию они получат который является общедоступной ну и потом вы 500 человек точнее 500 ячейку множите на 5 человек в ячейке получается две с половиной тысячи кмбшников ну ребят это нереально мы знаем что у нас в алмате если собрать всех полицейских с трудом столько наберется не говоря о комитете которых существенно меньше чем работников министерства внутренних дел поэтому это я считаю очередная отговорка как когда кто-то говорит что вот меня уволят там меня на 15 суток посадить так далее сейчас стоит выбор выжить или все-таки умереть другого выбора нет потому что эта болезнь нависает над каждым и как следствие вы знаете что многие из вас миллионы потеряли работу вы видите что это правительство неадекватные и никакого благодетствия при нем не будет и я считаю что пришло время объединиться и когда мы создадим такое количество ячеек по стране сотни и тысячи мы организованно выведем людей на акции протеста я хочу сказать что я сейчас уже мало выхожу эфиры по сравнению с предыдущими месяцами почему потому что я каждый день среднем разговариваем минимум с 50 60 человек и ближайшее время это будет организован конвейерный процесс минимум по 100 человек день обязательства у этих людей взять на себя организацию новых ячеек вот представьте я переговорил со 100 человек если они каждый из них приводит еще по пять человек то фактически мы и каждый день формируем 500 новых ячеек вы понимаете какая машина будет создана вот течение нескольких месяцев поставлена задача перед штабом украине я перед собой поставил задачу в алматы в астане и шимкенте организовать не менее тысячи ячеек это 5000 человек в каждом из этом года из этих городов а в областных центрах приблизительно по 200 ячеек по 5 человек это ядро будет по 1000 человек и когда мы призовем выходить на митинги это огромная масса просто хлынет на улице страны организованная четко знающие что делать и важно другое меня спрашивает а что дальше а мы знаем что дальше мы единственная группа единственная политическая сила в стране и не только в казахстане но и во всех странах снг которая четко декларирует как мы будем действовать какой государством построим без должности президента как будет управляться страна как народ будет контролировать власть мы четко расписали механизм как произойдет смена политического строя что преследовать мы будем только назарбаева его его узкое окружение которых у которой украли миллиарды долларов у страны и у которых на которых на руках которых есть кровь наши граждане это около 200 человек мы не будем преследовать тех людей которые так или иначе все равно участвовали вместе в развитии партии нуратан или в органах местной власти почему потому что мы не видим смысла устраивать охоту на ведьм нам надо двигаться вперед этот режим уже контролирует власть 30 лет и каждый так или иначе обмазал с этой властью поэтому мы должны это все отодвинуть и привлечь к ответственности наиболее одиозных именно те кто нанес непоправимый ущерб нашей стране то есть мы ясно понимаем что мы будем делать я вам могу сказать что не одни революции которые произошли не в кыргызстане или в украине или грузии в армении не было такого чтобы политическая сила имела четкое видение четкая программа были заранее озвучены эти программы имела сотни тысяч сторонников и осталось нам сделать буквально последний шаг все эти идеи программы они должны зайти далеко и широко наши активисты это ядро эти ячейки они будут знать они сейчас многие знают наши программы двк и вы понимаете что не будет никакого хаоса никаких столкновений когда многотысячная масса знает что делать четко организованно мы не допустим никаких мародерств мы защитим бизнес мы защитим граждан мы просто мирно сменим этот политический строй поэтому уважаемые друзья ждать нельзя надо бороться а для этого нам надо объединяться мы предлагаем очень простую конфиденциальную форму объединения создание ячеек только из близких и доверенных лиц вы создаете эту ячейку вы на выходите на штаб номера телефонов ватсап телеграм и другие источники контактов я уже многократно сообщал и они будут еще раз тиражироваться моих постах в новостных выпусков канала 1612 выходите на связь создавайте свои ячейки мы будем на прямом эфире с вами общаться договариваться и вы увидите что мы организуемся по всей стране именно сейчас наступил момент когда люди осознали нам с этим режимом до султана назарбаева не по пути нация сейчас находится в опасности и мы можем изменить мы можем спасти свою жизнь мы можем действовать для этого надо объединиться есть политическая сила демократический выбор казахстана давайте действовать алга казахстан